Нижегородцы 12 февраля наши ребята победили со счетом 80-67. Восьмое место у новости про седьмой международный IT-форум. 4 948 человек прочитали про апрельское событие. Седьмое место заняла новость о прибытии иконы Блаженной Матроны Московской в храм Сормовского района. Шестое место у новости про июльский фестиваль электронной музыки «Альфа Фьючер Пипл». Рейды наркополиции не мрачили проведение опен-эйра. Более 50 тысяч человек посетили фестиваль и 8 тысяч прочитали о нем. Пятое место. Повышение зарплаты педагогическим работникам детских садов на 12%. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов отмечал, что по итогам года воспитатели должны получать минимум 24 тысячи рублей. За 2014 год зарплата действительно выросла почти в два раза. Четвертое место заняла новость про реконструкцию роддома номер 7 в автозаводском районе Нижнего Новгорода для создания на его базе областного перинатального центра. Об этом захотели узнать 10 793 человека. Третье место у новости про сокращение естественной убыли населения в Нижегородской области. Нижегородцы умирают реже. Нас становится больше. Об этом прочитали 15 442 человека. Второе место и 22 904 прочтения у новости про участие нижегородских спортсменов в Олимпиаде в Сочи. В частности, нижегородцев интересовала наша хоккеистка, отметившаяся голом в матче со сборной Японии. Первое место. Новость про эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014», которую прочитали более 25 тысяч человек. Губернатор Валерий Шанцев по итогам эстафеты отметил, что нижегородский этап был самым продолжительным среди городов-миллионников. 85 километров, 423 факелоносца и более полумиллиона нижегородцев, которые вышли на улицы встретить Олимпийский огонь. Олимпийский огонь.